Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Последнее время очень много говорят о дедолларизации России, о чем идет речь. Люди просто перепугались и побежали снимать деньги со своих валютных счетов в банках. Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов. В августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно 8,3 миллиарда долларов. И в основном 2 миллиарда забрало население, основной отток это корпоративные клиенты. То есть люди, как только прошел слух, побежали снимать деньги со счетов. И еще стимулировал это дело представитель Совета директоров ВТБ Костин, который сказал, что люди... Да, американцы там обсуждали санкции, откуда ноги растут. И они сказали, что возможно введем санкции против... Ну, то есть ограничим, отключим от Свифта некоторые государственные банки. Ну и там промелькнул банк ВТБ. На что Костин сказал, что... Ну, что будет, что будет. Говорит, ну возьмем валюту и отдадим в какой-нибудь другой валюте. Ну, в какой мы сами решим. Ну, типа, в рублях по тому курсы, по которому клали, или по какому выгодно, или какие-нибудь юани дадут, или тенге. Вот. И люди побежали, потому что, ну нифига себе. Вот. Ну, о чем это говорит? Ну, во-первых, вот я скажу свое личное мнение о том, что для того, чтобы быть председателем Совета директоров крупного госбанка, это мозги просто не нужны, потому что такое, мог сказать только, ну, человек не очень умный, так скажем. Потому что после этого Набиулина поспешила заявить, что, ребята, не беспокойтесь, долларов хватит на всех. То есть, кто вкладывал деньги в банки, так сказать, в долларах, получит их в долларах, успокойтесь, пожалуйста. Вот. И о чем вообще идет речь, там, начали разъяснять и так далее. И вот буквально позавчера, по-моему, или вчера, было заседание правительства, ну, действительно, хотят сделать дедолларизацию, но речь идет абсолютно о другом. И о чем речь, вот я сейчас расскажу, о чем идет речь, поэтому смотрите видео до конца. Сейчас просто поставьте лайк и смотрите дальше. Так вот, о чем идет речь. Смотрите, мы торгуем, например, с Белоруссией. Мы в Белоруссии покупаем молочку, то есть, я регулярно вижу у себя в магазине молочные белорусские продукты, они, в принципе, нормальные, неплохие. Вот. А Белоруссия у нас покупает нефть и газ. И, соответственно, бензин покупает. Вот, соответственно, мы в Белоруссию платим за молочку чем? Долларами. А Белоруссия нам тоже платит долларами. Посмотрите, вот, есть две страны. Есть Россия, Белоруссия. И, значит, для того, чтобы торговать с Белоруссией, Россия должна, значит, иметь какой-то, ну, запас долларов. Должна иметь, правильно? Там, ну, какой-то, чтобы всегда были, да? И Белоруссия тоже должна иметь доллары. То есть и Россия, и Белоруссия, которые вот они рядом, должны почему-то вон туда слетать в Америку, купить там доллары, чтобы вот иметь эти доллары американские гребаные, вот, для того, чтобы торговать между собой. Точно так же Россия и Казахстан, так сказать, там. В Казахстане тенге, в России рубли. Но зачем-то торгуют в долларах. Зачем? Вот речь идет именно об этом. И я действительно не понимаю, зачем мы с Белоруссией торгуем за доллары, если у Белоруссии есть белорусский рубль, у России есть российский рубль. Так вот, об этом и стали договариваться о том, что, ребята, давайте, значит, ну, как-то больше платежей проводить в национальных валютах. Вот. Ну, Белоруссия, конечно, немножко сопротивляется, но куда она денется? Вот. Вот. То есть она хочет за свою молочку покупать, получать доллары, но, соответственно, тогда за бензин платите рублями. То есть я думаю, что, вот, ну, договорятся как. Это разумно. А теперь смотрите, откуда в России берутся доллары? Россия за доллары покупает нефть, продает нефть и газ. Правильно? Но кому продает Россия газ и кому продает Россия нефть? В Европе. А какая валюта в Европе? Кто основные покупатели? В Европе валюта евро. Это вопрос. Почему не в евро? То есть вот об этом речь идет. То есть, ребята, давайте будем свои нефть и газ продавать, если мы уж продаем в Европе, то мы будем продавать в евро, и Европе это будет выгодно, и нам выгодно. Вот. Либо в евро, либо в рублях, пожалуйста. И мы сделаем такие условия, что европейцы будут покупать наши рубли, чтобы им было выгоднее купить рубли и за рубли купить нефть. Почему нет? Вот именно об этом идет речь. И кто у нас самые крупные покупатели наших товаров российских, ну, внешней торговли? Именно Германия и Китай. С Китаем уже налаживаются отношения, и уже достаточно большая часть товарооборота идет через национальные валюты, рубли и юани. Вот. И евро тоже, пожалуйста. То есть здесь возможности все есть. Ну, с белорусскими рублями и стенге, конечно, несколько хуже. Вот. Но вот именно на это, об этом идет речь. В том, чтобы из внешней торговли постепенно избавляться от долларов. Потому что, ну, во-первых, зачем? То есть мы с Америкой не торгуем, но зачем-то покупаем у Америки доллары. Ну, нонсенс, согласитесь. Вот об этом идет речь. И чем это грозит нам, простым гражданам? Да. Еще вот я хочу сказать, что, смотрите, я приезжаю, например, в Европу, да, куда-нибудь. Если я приезжаю туда с долларами, то на меня смотрят, говорят, ну, а какие доллары? Они даже не знают, сколько курс доллара к евро, например, потому что им это нахрен не надо. У них нет такой зависимости от доллара в Европе. Я приезжаю куда-то там в Чехию, в Чехии чешская крона, я говорю, доллары, доллары не знаю, почем, нам евро интереснее. Естественно, потому что, ну, вот она Германия рядом с Чехией, и там граница общая есть, а доллары где-то, Америка, они говорят, Америка далеко, нам не интересно. Вот, но когда я приезжаю в Китай, в Китай тоже кругом доллары. Вот, и поэтому, ну, вот речь идет об этом. Надо избавляться от вот такой зависимости от американского доллара. Это нормально. Чем это грозит нам, простым гражданам? Ну, смотрите, вот в предыдущем видео я рассказывал, в одном из недавних видео, я рассказывал о том, как работают банки. Это видео, значит, вызвало огромный интерес. Вот, ну, суть какая, банки берут деньги у одних людей, и, значит, там, ну, либо в депозит там под какие-то проценты, либо у юридических лиц вообще без процентов, и дают их кому-то в кредит под проценты. Так вот, смотрите, пока у нас доллар в ходу, то банк с удовольствием принимает доллары, принимал раньше доллары, вот, с удовольствием, потому что раньше банки выдавали валютные кредиты, в том числе и гражданам, и организациям для закупки импортной техники, там, и так далее. Но, вот, вы помните, валютные ипотечники, да? Было принято решение, что вот людям, физикам, в общем-то, сказать, там не стоит брать доллары в кредиты, и, в общем-то, сказать, там, ну, банки резко ограничили. Это дело. Вот, поэтому банкам доллары особенно не нужны, и если вот этот вот курс на дедолларизацию пойдет, то банкам доллары, в общем-то, сказать, ваши или наши, они особенно не нужны. И это уже сейчас проявляется. То есть, бояться того, что банк не даст вам ваши доллары в виде долларов, не надо. Надо бояться другого. Что вы дальше с этими долларами будете делать? Смотрите, у вас есть деньги, вы их сохраняете в долларах. Доллар вырос, ну, хорошо, доллар вырос по отношению к рублю, ваши деньги сохранились в долларах. Но потом-то что вы будете делать? Куда вы понесете эти доллары? В банк. А банку ваши доллары не нужны. И вот сейчас, например, да, буквально вот на днях смотрю сообщение, вот один из моих там, ну, подписчиков, вот, понес доллары, попытался положить на брокерский счет в открытие. Так вот, в открытии, значит, там ему часть долларов зарубили. Почему? Потому что они не свежие там. То есть, если там немножко помяты там или еще там какие-то пометки, то банки сейчас просто отказываются от этих долларов и все. То есть, доллар должен быть идеально чистый, новейший, там, сказать, вот только свежеотпечатанный. Ну, потому что есть очень много там фальшивых каких-то подозрительных долларов. Банки просто не хотят брать. И вот он носился с этими наличными долларами, куда их деть? Вот. Но у меня такие же проблемы были в свое время со Сбербанком. Сбербанк не взял доллары, так сказать, там, или там, ну, короче говоря, банки будут отказываться принять доллары. И вы можете оказаться в ситуации, когда вот у вас есть наличные доллары, пожалуйста, но где вы их можете, значит, поменять? Либо ехать куда-то за границу, там, менять, ну, либо в Америку просто, вот. Вот, там. А здесь вы можете оказаться в такой ситуации, что они действительно никому не нужны. И что же реально надо делать? Вот, в принципе, с одной стороны, доллар надо, то есть, если вы хотите сохранять деньги в долларах, то, да, это разумно может быть, потому что, ну, вряд ли доллар упадет по отношению к рублю. Скорее, рубль по отношению к доллару упадет. Вот. И поэтому, поэтому, как лучше всего поступить? А лучше всего поступить следующим образом. Вот, где вы точно сможете купить и продать доллары – это биржа. А на биржу можно попасть только через брокера. То есть, зарегистрируете брокерский счет, и вы в любой момент, в любом количестве можете купить доллары по курсу, даже лучше, чем курс ЦБ текущий. В любой момент. И они там хранятся, пожалуйста, в долларах. И вам не надо их снимать даже. Можно снять, если хотите, я расскажу как. Но вам даже не надо снимать их. Когда вам нужны просто вот, ну, как бы поменять доллары на рубли, вы там же по более высокому курсу, чем если бы вы отнесли банк, значительно более высокому курсу. Нет проблем никаких с этим, с наличными долларами. Где их хранить, их украсть могут. Потом, значит, банк не принято. Здесь нет этих проблем. Вы просто возьмете и по очень-очень хорошему курсу продадите те же самые доллары за рубли. А пока они лежат у вас, вы купили доллары, чтобы они, так сказать, ну, как бы приносили доход, вы можете купить вообще, значит, ну, какие-то акции или облигации в долларах, и они еще будут приносить доход. И доход этот будет намного больше, чем в акции, чем просто вот, ну, чем если бы вы положили в банк. Поэтому это намного, намного выгоднее. Просто вот открываете брокерский счет, покупаете там доллары по выгодному курсу, держите их сколько хотите, вы можете положить их вот, ну, в облигации, грубо говоря. И если банк даст там 2-3% годовых, то облигации могут 5% дать годовых, например, да. Акции вообще могут вырасти на 20% легко в долларах. И акции, например, Apple дает там до 5, по-моему, процентов годовых дивиденды акции Apple. Вот. Вы можете все это сделать на брокерском счете? Как открыть брокерский счет? Ну, сейчас вы видите ссылочку, demetkov.com, пожалуйста. Там, если нажмете кнопочку «Модельный портфель», то вы получите подробнейшую инструкцию о том, как открыть брокерский счет, как его пополнить и как снять. Ну, а если вы хотите самостоятельно торговать, то вам придется, конечно, устанавливать терминал биржевой. И об этом уже там есть платные курсы, потому что там очень сложные настройки, там очень-очень долго надо рассказывать. Я веду эти курсы в течение месяца, там 3 раза в неделю по 2 часа. Разжевываю все абсолютно. Поэтому, пройдя эти курсы, вот биржа для чайников, вы очень хорошо будете представлять, как все это происходит. Поэтому, значит, еще раз, demetkov.com, прямо сейчас вы видите просто вот даже ссылочку там, вот в таком квадратики доллары нарисованы. Нажмете туда, перейдете по этой ссылочке и будет вам счастье. Поэтому еще раз поставьте лайк, оставайтесь на моем канале. В следующий раз я хочу рассказать о том, что такое SWIFT и с чем его едят, вообще от чего нас хотят отключить. Поэтому оставайтесь на моем канале. До встречи. С вами был Деметков Юрий.